МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Региональная конференция безопасность информационных систем. Съехались региональные российские айтишники и обсуждали, как нам обезопасить себя в наше сложное цифровое время. Сегодня у нас в студии человек, который как раз и отвечает за координацию айти-сферы и власти, а также за кибербезопасность в нашем регионе. В студии директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин. Павел Игоревич, здравствуйте. Добрый день. Давайте сразу перейдем, наверное, к главному киберсобытию Югры. Пару слов сказать об этой конференции, которая прошла. И с какими целями вообще собирается ежегодный народ? Конференцию мы уже проводим в третий раз. Это была третья ежегодная межрегиональная конференция. В этом году у нас расширился состав регионов, которые участвовали. Мы на уровне шести регионов, включая меня, собрались на уровне директоров департаментов айти. Каждый рассказывал о своей проблематике, которая у него в регионе. У кого-то больше проблем с кадрами, у кого-то больше проблем с атаками ДОС, например. Плюс мы собрали хороших федеральных экспертов. Хороших, в смысле, экспертизы. То есть они понимают, о чем говорят. Понимают о всех этих угрозах. Это и производители, в том числе, оборудования безопасности, так называемые вендоры, компании, которые просто имеют компетенции по круглосуточному режиму информационной безопасности. И вот мы в таком экспертном сообществе два дня обсуждали как раз насущные проблемы в этом направлении, как в госорганах, так и в бизнесе, ну и в целом для жителей. Получается, что в разных регионах у нас разные опасности? Опасности примерно у всех, конечно же, одинаковые, но специфика региональная, такие направления более узкие делают. То есть, например, у нас большая проблема с кадрами по информационной безопасности, потому что у нас вузы в регионе не готовят безопасников. Например, в Екатеринбурге проблем с этим меньше, потому что у них там два или три вуза сразу готовят, у них там ежегодно выпускаются люди с высшим образованием по информационной безопасности. Поэтому специфика регионов, соответственно, накладывает определенные особенности. Бывают такие регионы, что там больше кибератак, например, на Янау, например, чем на нас? Ну, на Янау, конечно, нет, но да. И даже в этом мы индивидуальны. То есть, есть регионы, где действительно ДОС-атак больше. Например, ну, опять же, я не буду называть регионы, но там, где больше выпускников айтишников, студенты тоже любят побаловаться, и поэтому проходят такую некую практику, пытаясь что-то там поддосить. Ну, мы к этому вернемся. У нас кого на свою голову научили, мы только вернемся к этому вопросу еще. С какими угрозами в основном мы сейчас сталкиваемся? Ну, угрозы постоянно меняются. Мы ежегодно собираемся, и каждый год у нас всегда актуальная повестка. Потому что, если вспомнить, года 4 назад, или 5 лет назад, только-только появлялись вирусы-шифровальщики, которые зашифровывали файлы, или вирусы-блокировщики, которые в целом блокировали работу компьютеров и требовали какой-то выкуп за это, то сейчас больше тенденция в вирусы, которые незаметно ставят программы для майнинга у тебя на компьютере. Это что такое? Ну, это современная тематика криптовалют. То есть, ну, злоумышленники тоже развиваются, они видят тенденции IT-технологий, куда идут. То есть, твой компьютер помогает зарабатывать? Да, и они для майнинга разрабатывают специальные программы, которые незаметно ставят на ваш компьютер, и незаметно для вас ваш компьютер начинает заниматься майнингом криптовалюты. А чем это грозит человеку? Да человеку ничем особо не грозит, просто у него виснет компьютер, ну, начинает медленно работать, потому что он занимается майнингом, ну, и в целом это использование ваших ресурсов, ваших вещей, там, без вашего ведома, это тоже нарушение закона. Ну, и все равно существует, раз вам установили эту программку, значит, ваши данные на компьютере в небезопасности, потому что кто-то зашел, да, кто-то зашел и что-то там сделал. Ну, вот скажите, пожалуйста, а вы в своей практике, ну, может быть, конечно, вы не полиция, да, и не спецслужба, но вот насколько это часто бывает? Ну, очень часто. Ну, вот очень часто это прямо зараживает. То есть если, ну, это обычно на домашних компьютерах распространяется, потому что домашние компьютеры, они все равно менее защищены, чем компьютеры на рабочих местах, потому что все равно в больших корпорациях там есть либо служба информационной безопасности, либо просто отдельный выделенный человек, который понимает информационную безопасность, и они отгораживают периметр своей корпоративной сети от внешних угроз, ну, стараются, по крайней мере, отгородить. Все-таки дома там попроще, элементарно, если нет антивирусного программного обеспечения, то действительно, зайдя на какой-то фишинговый сайт, можно получить незаметно для себя вот такую программку, которая установится. Ну, это не потеря, конечно же, ваших персональных данных, но все равно неприятно. Поэтому нужно использовать... А у вас есть антивирусная программа на компьютере? Да, обязательно. Я на всех компьютерах и мобильных устройствах использую антивирусную программу. Ну, я про фирму спрашивать не буду, кто изготовитель, но... То есть она обязательно, да? Да. Ну, просто нет, сейчас такая существует теория, что Windows и так защищен от вторжений своей защиты, ну, и зачем ставить? Действительно, в Windows присутствует ряд программ, которые помогают обезопасить. Но при этом мы понимаем, что производители Windows это зарубежная компания, и они в том числе могут тоже участвовать в некой передаче информации. Ну, и плюс к тому, мы прекрасно тоже знаем, ну, мы как специалисты в этой отрасли, что программное обеспечение Windows постоянно выпускает обновления, и не просто так выпускает, а понимая, что у них есть так называемые дыры в программном коде. И как раз антивирусное программное обеспечение в том числе закрывает эти дыры уже на уровне... Антивирусник нужен? Нужен. Он обязательно нужен, да, потратиться нужно. Желательно, чтобы он, конечно же, был не бесплатный, потому что бесплатные тоже закрывают ряд проблем на компьютере, но мы понимаем, что все, что бесплатно, оно меньше развивается, чем то, что платно. Потому что платный антивирусник, он, конечно же, позволяет собрать большую команду программистов и оперативно все дыры закрывать. Ну, слушайте, про Windows очень страшные вещи рассказывает, то, что эта программа, она, в принципе, за нами следит и отсылает постоянно, как бы контролирует то, что мы делаем, да, то есть отчитывается с производителями, ну, отсылает отчеты производителям. Это на самом деле так все страшно выглядит, или это безобидная программа достаточно? Ну, то, что мы знаем, мы с этим соглашаемся, мы, когда устанавливаем Windows, мы читаем... грубо говоря, да, это то, что мы точно знаем, что мы с нашего согласия передается туда. Это мы точно знаем, да? Мы на галочку поставим, что я согласен. А есть еще то, что мы точно не знаем. Про это сказать не готов, потому что за руку не ловил. Понял. У нас происходят информационные атаки на региональные ресурсы? Все-таки вы, наверное, больше этим занимаетесь. Конечно, да. У нас эта тема такая, для нас, она вроде как звучит страшно, а на самом деле это наша ежедневная работа, то есть в ежедневном режиме происходят атаки на корпоративную сеть и на наши ресурсы. Это не специфика нашего региона, это специфика абсолютно всех государственных информационных систем и любых информационных систем. А что надо-то людям вообще? Что с вас можно взять, как говорится? Какая польза? Тут есть ряд, несколько, так сказать, групп злоумышленников. Есть группа злоумышленников, которые просто тренируются, например. Это взять студентов, которые пока еще просто хотят потренироваться и берут и сканируют всю сеть интернет. У нас студенты второй раз всплывают, как злоумышленники. Они не злоумышленники, они такие балуются. И они сканируют сеть, соответственно, это тоже считается уже информационной атакой, потому что мы определяем, что нас сканируют. И мы обязаны даже об этом сообщать специализированные органы. Есть вторая группа уже злоумышленников, это которые хотят найти возможность проникнуть в корпоративную сеть и в ресурсы. Ну и, соответственно, либо заблокировать, либо попытаться деньги вымогать, блокировать какие-то ресурсы или зашифровать какие-то ресурсы. Ну и третья группа, это которые находят уязвимости и сообщают об этом либо производителям программных продуктов, которые установлены, либо, соответственно, владельцам этих ресурсов. У нас в год несколько тысяч блокируются таких вот информационных атак. Есть там сильные атаки, с которыми мы там прям в ручном режиме боремся, смотрим, подключаем экспертов внешних. Есть атаки, понятные абсолютно, то есть у нас же уже закуплен ряд и программного обеспечения, и аппаратного обеспечения для блокирования в автоматическом режиме таких атак. То есть сама система распознает, что активность подозрительна и блокирует эту активность. То есть не получится, а может получиться так, точнее, что возьмут, там, уронят сайт, например, правительство, уронят сайт какой-нибудь дефективной компании крупной. Вот такое вообще может быть чисто в природе? Конечно. Есть так называемые додос-атаки, которые оплачиваемы, проплачиваемы, когда несколько миллионов одновременных обращений на какой-то веб-ресурс происходит с разных уголков земли. И тут еще сейчас сеть интернет построена таким образом, что фактически можно спрятаться за кучей VPN-шлюзов и найти, откуда все это происходит, довольно сложно. И с тысячи адресов начинают миллионы обращений на сайт идти. Мы сталкивались не так давно, несколько месяцев назад с атакой на наш официальный сайт органов власти. В течение где-то двух дней нас бомбили этой атакой, сайт не падал, были некоторые прерывания в работе, но такие небольшие, когда сильное большое количество запросов шло. Но как раз мы уже тогда в ручном режиме наши системы брали и уже блокировали прям пакет на адреса, чтобы минимизировать эти обращения. Вы когда-нибудь просчитывали вообще от таких атак, какие потери могут быть финансовые? Я уже про имиджевые не говорю, конечно. Для бизнеса это более актуально, потому что если уронить сайт какого-нибудь банка или оператора связи, то это имиджевые потери и финансовые. Простой их систем, он исчисляется в деньгах. У нас это тоже имиджевые потери, но финансовые, наверное, нет. Потому что мы все равно восстановим эту систему, если ДОС-атака, она все равно оплачиваема, идет определенное количество времени. То есть когда она закончится, мы все равно восстановим ресурсы, если она будет сильно большая. Хоть раз за руку ловили? Ну, я уже говорил про довольно сложную схему работы злоумышленников. Ну, ловить еще не наша задача. То есть наша задача заблокировать. Потому что знаете просто, что это количество. Есть специализированные органы, куда мы сообщаем. Но они все равно с вами делятся своими победами. А сейчас они все специализированы. Ловили. Ловили. То есть это с округа люди? А там все участвуют. Или школьников ловили каких-то, которые там участвуют? А нет, про злоумышленников, конечно же, не с округа. Не с округа. То есть атаки идут не с округа. Что такое критические информационные инфраструктуры? И вот почему они так называются? Не так давно, в 2018 году, это понятие было введено. Регулятор федеральный решил, что есть просто информационные системы, которые нам нужно защищать. А есть критические, скажем, информационные системы. Простой которых приведет к таким прям глобальным последствиям. Он определил 12 направлений, где могут быть эти критические информационные инфраструктуры. Давайте на примере округа назовем. Банковский сектор, энергетика, предприятия ТЭК, здравоохранение. То есть это те места, в случае их остановки, происходит какая-то критическая для жителей ситуация. То есть если взять и остановить систему, которая управляет энергетикой, ну понятно, что мы можем внезапно остаться без света. Или если остановить предприятие ТЭК, то, соответственно, это большие финансовые потери. Если остановить какое-нибудь оборудование в больнице, то это приведет вообще к плачевному результату. Поэтому были определены такие критические, ну введено понятие критической информационной инфраструктуры. Каждый субъект критической инфраструктуры должен определить, какие системы у него относятся. Там есть перечень показателей, какие системы могут относиться, не только системы, в том числе и оборудование, к критической инфраструктуре. И, соответственно, к этим объектам уделяется особое внимание и особые требования к ним по защите. Чтобы, соответственно, ничего не могло с ними произойти. Не грохнули, да, вот так вот с одной атаки? Да. То есть не получится? Мы у себя тоже определили несколько объектов критической инфраструктуры. Это что у нас? Это у нас медицинские информационные системы, я уже сказал, что это важно, и в случае их неработоспособности могут быть нехорошие последствия. Это система оповещения населения, тоже у нас относится к критической информационной инфраструктуре. И система ГЛОНАСС, которая мониторит движение транспортных средств. Это в округе, да? У нас ЮГРА, я так понимаю, единственный регион в стране пока, где при поддержке окружного правительства реализуется проект по безопасности детей в интернете. Что это за проект? И почему только у нас в округе, кстати? Мы как-то уже год назад начали обсуждать эту тему. Хотя нет, даже раньше обсуждать мы начали раньше. Проект у нас в таком виде проекта образовался как раз где-то около года назад. Ну, на самом деле, понятно, что технологии развиваются. Взрослые хоть как-то пытаются в этих технологиях разобраться. А детям мы элементарные правила не говорим. То есть, если мы учим детей умываться и чистить зубы по утрам, то мы не учим детей, как правильно себя вести в интернете, чтобы не встретиться со злоумышленником. Не потерять финансы, не потерять там какие-то личные данные. То есть, детей этому надо учить. Нас этому никто не учил в своем детстве, потому что у нас не было интернета. У нас не было, да. Да. А у наших детей есть. А правил мы им не рассказываем. Поэтому этот проект как-то начали обсуждать с первопросто экспертами. Потом встретились с ребятами, которые занимаются проектом Safe Kids. Разрабатывали, оказывается, есть программные продукты. Мы узнали, начали с ними обсуждать. Еще больше узнали о тех злоумышленниках и о тех проблемах, которые для детей сделаны специально в сети интернет. То есть, это там и фишинг, современные слова, буллинг, кибербуллинг и так далее. И чем больше мы обсуждали, тем больше понимали, что проблема актуальна и заниматься ей надо. И по сути, ей на таком комплексном уровне никто не занимается. То есть, не заниматься в регионах на комплексном уровне. Это почему именно у нас в регионе первый стартовал такой проект прямо на региональном уровне? Потому что мы поняли для себя, осознали, что проблематика такая есть. Вышли с инициативой к губернатору, сказали, что вот есть такая тематика, хотим позаниматься. Губернатор нас поддержала. Мы провели встречу с активистами-родителями в городе Сургуте как раз год назад. Обсудили и обратной связью от родителей поняли, что это вообще животрепещущая тема. А вот насколько это животрепещущая тема? Какие-то цифры вообще? Есть кибербуллинга, например? Вы как-то подводили вот эту статистику? У нас статистика сейчас с учетом этого проекта формируется в автоматическом режиме. То есть, мы видим уже, когда блокируются все эти кибербуллинги, овершифинги и так далее. То есть, мы это уже в автоматическом режиме у тех, у кого установлено программное обеспечение SafeKids, видим. То есть, мы не видим персональные данные, у кого именно, но мы видим, по крайней мере, статистику. И какова статистика кибербуллинга среди детей, скажем так, в округе? А сколько детей подверглось кибербуллингу? Сложно сказать. Сложно сказать. Потому что не у всех детей установлено, не все пользуются. Поэтому это вот только методом опроса еще и не каждый сознается. То есть, прям такую цифру сказать, столько детей нет. Сейчас такого сделать нельзя. Мы можем предполагать только сколько. Но это тысячи или десятки детей? Не готов сказать. У нас сегодня в России необходимо около 2,5 миллионов айтишников. Мы затрагивали эту проблему, что у нас нет вузов на территории округа. Откуда вы берете сотрудников? Каких-то мы, если по информационной безопасности говорить, да, каких-то мы, конечно же, переобучаем. То есть, если есть базовое техническое образование, которое там можно получить в ЮГУ, в СУРГУ, в Нижневартовском университете, то человека технического можно переобучить, пройти курс повышения квалификации или профессиональной переподготовки и превратить в информационного безопасника. То есть, у него склад ума уже позволяет стать информационным безопасником. Поэтому частично берем тех, кто подготовился у нас. Частично, конечно же, приглашаем из других регионов. Сейчас мы прорабатываем вопрос целевой подготовки нескольких человек по целевому набору в уральских, в Екатеринбургских университетах. Насколько у нас остро стоит проблема, нехватки сотрудников вот таких в округе? Не только ли она у нас стоит? Вообще, нехватка специалистов в сфере IT, она сейчас стоит везде, остро. У нас даже есть федеральный проект кадр для цифровой экономики, который доводит цифры, которые должны подготовить регионы именно в сфере информационных технологий. Цифры такие большие. То есть, государство хочет рост этих специалистов. И этот рост неспроста нужен, потому что мы понимаем, что все сферы сейчас так или иначе завязаны на IT-технологии. В любой сфере сейчас необходимы такие специалисты. То есть, зайди в больницу, там высокотехнологичное оборудование, информационные системы. Зайди в школу, там цифровые платформы, цифровые учебники и так далее. То есть, сейчас в какую отрасль не обратите внимание, всегда нужны IT-шники. Причем IT-шники уже такого современного уровня. Мы сейчас с вами подходим к эпохе искусственного интеллекта. В прошлом году президент подписал указ о развитии искусственного интеллекта в стране. То есть, мы сейчас понимаем, что нам через два года, грубо говоря, нужны специалисты по искусственному интеллекту. Потому что через три года он уже опять во все сферы зайдет. Ну да, так мы можем не только искусственный свой потерять, если IT-шников-то не хватит. Зарплаты IT-шников какие? Почему человек должен пойти учиться на IT-шника, на безопасника? Ну, в среднем по региону, можете назвать? Ну, так скажем, что хороший IT-шник, ну, в виде, например, программиста хорошего, в нашем регионе смело может найти там зарплату в 100 тысяч рублей. Если это хороший информационный безопасник, то в бизнесе ему и 150 будут платить. А если это уже там руководитель какого-нибудь подразделения безопасности, то я думаю, что и 200. Ну, то есть, зарплаты до высшей средней, скажем так. Зарплаты у IT-отрасли, да, действительно, высшей средней. В июле в Хантамансийске пройдет, наверное, седьмой международный IT-форум с участием стран БРИКС. Он вообще пройдет? Не в июле и не седьмой. В июне, в июне, в июне, в июне, в июне, в июне, в июне. IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. И состоится. А почему вы думаете, что он не состоится? Ну, сейчас такая ситуация, вот, отменили в Питере там международный, вот это, скажем так, форум. И вообще, как бы, с коронавирусом непонятная ситуация. Ну, сейчас мы предполагаем, что форум будет. То есть, у нас идей про отмену форума нет. Мы единственное сейчас предполагаем, ну, то есть, у нас очень обширная федеральная повестка на форуме рассматривается. К нам приезжает больше половины субъектов Российской Федерации на уровне директоров департаментов IT. У нас приезжает несколько замгубернаторов. У нас приезжает много из федеральных министерств на уровне министров и замминистров. То есть, у нас федеральная повестка, то есть, такая хорошая и очень большая экспертная группа, которая готова ее обсуждать. То есть, уже только ради этого можно собираться. В предыдущие годы мы, конечно же, приглашали еще международных экспертов, которые помогали нашу российскую повестку посмотреть на нее через международную призму, да, по общей технологии. Не будет ли проблемы с международными экспертами, которые могут... Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация, конечно же, с коронавирусом, но при этом мы оставляем возможность, конечно же, участия экспертов международных в формате видеоконференц-связи. Мы же IT-форумы, знаем современные технологии, да, поэтому предполагаем тех экспертов, которых и мы не сможем пригласить, потому что ситуация, посмотрим, как будет развиваться. Мы просто будем использовать средства современной видеоконференц-связи и их международную экспертизу получать посредством этих технологий. Так у нас вообще можно, по идее, форумы проводить в виде конференций, вот этих IT? Ну, все равно нужно смотреть друг другу в глаза, это лучше, чем смотреть в экран телевизора. Но, опять же, мы хотим все-таки и коллегам из других субъектов, и коллегам из других стран показать красоту нашего края, красоту Югры. Они всегда уезжают, международные наши гости, с большим восторгом от нас, им нравится и наш край. Некоторые из них посещают Россию в первый раз и попадают сразу к нам в Югру и просто удивляются, что Россия такая большая. Они потом на карте друзьям показывают, где они были. То есть имиджевая составляющая тоже есть, да? Это, конечно же, имидж не только Югры, но и страны в целом. Это показ нашей страны, зарубежным гостям, что медведи у нас по улице не ходят, что у нас открытые, добрые люди, всегда рады гостям. Если вообще, коротко достаточно сказать, когда мы перейдем на наше российское программное обеспечение? Ну, смотрите, программного обеспечения у нас российского много. В сфере информационной безопасности мы вообще на достаточно хорошем уровне. И зарубежные страны используют зачастую наше программное обеспечение в сфере информационной безопасности. Мы сильно хорошо развиваемся в аппаратной части информационной безопасности и в программной части. Конечно же, есть те направления, где мы немного, ну не немного, где мы отстаем, так скажем. Это офисные программы, это программы типа MapInfo. Компании у нас занимаются этим. Я думаю, что в ближайший год-два, с учетом федеральной поддержки, мы догоним и в этих направлениях. То есть вообще догоним передовые страны? Догоним. Мы попытаемся догнать. Попытаемся догнать. Попытаемся догнать. То есть получается, что у нас все-таки есть нехватка специалистов, как я понимаю, но есть планы. Ну, нужно понимать, что если говорить про офисные программы, то зарубежные компании, их развивали в течение 20-25 лет. Да, а у нас это все происходит. То есть если мы говорим про Windows, то мы начинали в 97-м году с Windows 3.1, а сейчас уже Windows 10. И целая эпоха прошла развитие этого программного исключения. Мы сейчас, по сути, начали 5 лет назад этим заниматься. Я думаю, что мы постепенно будем догонять. Наше время в эфире подошло к концу. Я благодарю Павла Игоревича за погружение в киберпространство. Я отмечу, что любая безопасность, в том числе информационная, начинается с нас, с вами. С нашего отношения к этой безопасности. Посмотреть эту программу еще раз, выслушать ответы экспертов на самые разные вопросы, вы можете на портале ugratv.ru. Я с вами прощаюсь. До следующего вторника в эфире телеканала «Югра». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!